Фото я получила, вот такой у нас подарок. Зато у нас пить можно. Не на какой-то, не на слингерском вечеринке. Здорово, мои любимые кексики. Сегодня мы собрались с вами на уникальном событии. Авто-мото-фестиваль, который собрал вокруг себя всех любителей скорости, адреналина и стильных машин. Давайте погрузимся вместе с вами в эту атмосферу драйва и свободного духа. Можно? Да? Да, конечно. Почему мужчины не любят женщин с прицепом? Я не знаю, не имею права отвечать на эти вопросы. Не скажу на этот ответ вопрос, честно даже. Почему мужчинам не нравятся женщины с прицепом? Не знаю. Ну, женщин с прицепом не бывают. А как? Просто есть красивые, молодые. Почему мужчины боятся женщин с прицепом? Не знаю. Ты боишься? Нет. Любимые девушки с ребенком. Ну, не то, что с ребенком. Это очень милый. А, второй половинкой. Как, 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 как? Не, а подержать. Ну и важно. Вы слишком милый. Мне же лайки не будет ставить. Да? Конечно, а чтобы дичь какую-нибудь поварили. Вы боитесь женщин с прицепом? Нет. А вы? То есть, в принципе, примете так? Да. Ну, честно сказать, я вот со своей женой познакомился. У меня дочери, у нее дочь была 10 месяцев. Сейчас моей дочери 20 лет. И она говорит, папа, вот хорошо, что ты у меня есть. Что ты выберешь? Ездить на электросамокате или быть нормальным? Быть нормальным. На какой машине должна подкатить к вам женщина, которая вам понравится? Можно без машины. Бешевочком тоже сойдет. Вы здесь как участник или как гонщик? Я и как участник, и как член жюри. А сколько она должна зарабатывать? Не обязательно. Мужчина может обеспечить. А если не может, как быть? Справимся. А вот расскажите, пожалуйста, как вы выбираете победителя? Чисто за кайф, кто больше нравится? Или какие-то баллы? Выбирать будут в конце концов, когда посмотрят протокол. Не, а почему у вас, у вас экспромта нет, что ли, никакого? Нет, конечно, я ж глупая девочка. Что написали, то я задаю. А ты что, не снимаешь сейчас, что мы все разговариваем? Уже все надо снимать. Протоколы заполняют как минимум трое из четырех участников жюри. Ну, расскажи про велик тогда уж. Смотрите, это вот есть конночный по треку кататься, а это шоссейник. Это прям вот поглотитель километров. А, так, трек это какой? Либо люди раньше на море могли уезжать на нем. Какими качествами должен обладать водитель, чтобы стать победителем? Он скорее не водитель, он скорее владелец. Поэтому я мечтаю доехать до моря. Сейчас же все дорого. Поэтому я что, сейчас мясо шлычка мы поедим и поеду на море. И сразу туда. Самое главное качество – любовь к автомобилю. Вы были на море? Я была на океане. И что там? Там серфинг. Там вообще… Вы смотрели или гребли? Я каталась, гребла. Говорят, это такой самый ужасный вид спорта. Гребешь, гребешь долго, а потом долго-долго ждешь. Фанатичная и готовность к решениям ради того, чтобы создать только автомобиль, а как просто лично. А почему подонки? Ну, потому что какая-то бабушка нас обозвала, подонки. И вы решили так. Мы решили, что, да, что она ошибла, что-то мы делали. Победителем станет реально самый старательный. Номинации разные. А у вас много людей в команде? Сто. А они как-то зарабатывают на этом или вы так тусите, чисто как рокеры? Нет, мы только тусим, да. Автомобиль каждого дня исключительно для выставок. Так, вы, значит, на трек какой-то собрались с великом? Да, я здесь в этом классе один сегодня, да. Потому что у всех каждый свой класс, там, мощности. И вот я в своем классе, я лидер. Серьезный, заряженный, спортивный автомобиль. Номинации совершенно разные. Ну, это не электрический, то есть вы не можете нажать кнопку? Электрическая фара. Динамо, машина, крутит динамик, фара светит, слепит дальний. И я могу, в принципе, ехать. А можно ли как-то стать победителем по блату? Вот мы с вами, например, знакомы, и я вот показываю пальцем на какую-то машину, и машина побеждает. А это дизайн, да, такой вот этой, с изолеетной, с изомотной? Да, ну это ретро-дизайн, конечно, волки комментированы. По блату я могу, потому что у меня здесь моя машина выставляется. И сидушка мягкая такая, вот только дырочки какие-то. Кожа, натуральная кожа, смотрите, обычная. Поэтому я могу сказать, что да, я хочу. Но на самом деле это же будет нечестно. Мы никому не расскажем. Как ты считаешь, в детстве можно ли бить ремнем ГРМ? Смотря кого воспитываешь. Если гонщика, то да. Это хорошо или плохо? Плохо, и тебе нельзя бить. Можно ли бить людей ремнем ГРМ? Вопрос в какие места. А какие вы выберете? Ну, смотря какие, особенно по пяткам. Жестко я бы взял что-то металлическое. Арматура какая-нибудь? А если детей ремнем безопасности бить, это хорошо или плохо? Смотря с какой... Целью? Целью, да, не целью даже. А смотря с каким чувством это делать. Чувством каким? С хорошим или плохим? Нет. Ты за добро и позитив. Что самое сложное в вашей работе, Константин? Научить пилота быстро ездить. А это надо как-то молитвы какие-то считать, может быть? И палки его надо бить. А ремнем ГРМ его можно бить? Нужно. Нужно. Все. Конечно, можно. Или цепью гираем. Что вы берете? Что угодно. Можно бить просто. Как мне друг говорил один, я женщин не бью, а бью только тех, кого за женщин не считают. А кого можно не считать за женщин? Бывают такие негодяйки. Конечно. Ремнем ГРМ. Конечно. Ремнем ГРМ. Конечно. Если его херово поставили, по-любому можно. Можно ли бить за плохое поведение ремнем ГРМ? В теории можно. Но нужно? Нет. Не стоит. Не стоит.